Здравствуйте! В эфире итоговая программа МТРК. Меня зовут Дарья Пашмынцева. Как и на прошлой неделе, ближайшие 40 минут будут посвящены паводковой обстановке в Североказахстанской области. Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Начались выплаты, разовые пособия в размере 100 МРТ. Это 369 тысяч тенге. Мы, безусловно, компенсируем все расходы, которые мы понесли в ходе этого затопления. Комиссия у нас создана во всех районах, где у нас объявлен режим ИЧС. Людям же мы рекомендуем те фотографии, тот видеотчет, который они для себя делают, конечно, чтобы они сохраняли. Есть новые дома, которые еще только-только квартиры построили. И будем в первую очередь предлагать квартиры. Строить дома, будем строить поселок Солнечный. Приходили, описывали, что попало под затопление. Воды где-то сантиметров 30-40 было в доме. Я очень благодарна всем, кто помог нашей семье. Условия в общежитии хорошие. Надо понимать, что это не на один день. То есть животные у нас пробудут долго, может быть месяц-полтора, пока люди не смогут вообще начать их забирать. 16 апреля в Североказахстанскую область с рабочим визитом посетил глава государства Касымжимар Тукаев. Главным основанием для поездки сюда президента стала, конечно, паводковая ситуация. Касымжимар Тукаев прилетел прямиком из Армении. Пресс-служба Корды так и анонсировала его поездку. По завершении программы официального визита глава государства вылетит в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков. Кстати, сразу из СКО президент полетел в Костанайскую область. В нашем регионе ситуация с паводками остается сложной. Рабочая поездка Касымжимар Тукаева в Североказахстанскую область началась с облета от территории Казалжарского района, окрестностей Петропавловска и Сергеевского водохранилища. Акимобласти Гауестер Мухамбетов доложил президенту, что волна паводка проходит по районам Шалакына, Казалжарскому и Сильскому городу Петропавловску. А в Петропавловске Касымжимар Тукаева ждали 40 казахстанцев, которые были эвакуированы во время наводнений, жителей областного центра и районов области. В беседе с гражданами президент заявил, что государство примет все необходимые меры для восстановления домов и инфраструктуры. А еще пообещал, что пострадавшим от паводка будет оказана всесторонняя помощь. Подробности этой встречи в нашем материале. Касымжимар Тукаев после облета потопленных территорий области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения. В беседе с гражданами президент сообщил, что государство примет все необходимые меры. По словам Касымжимар Тукаева, жителям будет оказана всесторонняя помощь. В тяжелое время мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие. Но, с другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Я думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими. Но уже сейчас мы думаем и принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Уже сейчас начались выплаты. Разовое пособие в размере 100 МРП. Это 369 тысяч тенге. Но главное, мы, безусловно, компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления, бедствия. Те люди, которые утратили свое жилье, будут получать помощь от государства в том смысле, что мы построим новые дома. Те дома, которые подлежат реконструкции, будут отремонтированы. Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны в целях экономии бюджетных средств, глава государства дал поручение правительству центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий. Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков. У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода. Если не хватает соответствующих специалистов, сейчас на ходу буквально принято решение о подготовке кадров гидротехников. Глава государства поблагодарил граждан за то, что они с пониманием восприняли все трудности. Рабочая поездка президента Казахстана в Североказахстанскую область продолжилась посещением Петропавловского гидроузла. Он был построен в 1973 году. Объект служит для регулирования стока реки Исиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ. Как известно, паводки в регионе образовались по причине талого стока реки Исиль прихода воды из Акмолинской области. Тему продолжит Камила Карин. Петропавловский гидроузел был построен в 1973 году. Объект служит для регулирования стока реки Исиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ. Как сообщил Аким область, Гаузнур Мухамбета в паводке в регионе образовались по причине талого стока реки Исиль прихода воды из Акмолинской области. Особенностью половодия текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Исиль. Он отметил, что в противопаводковых мероприятиях принимают активное участие 2500 волонтеров. В регион прибыло 300 тонн гуманитарной помощи. Организация работы по ледянной помощи, она осуществляется сегодня волонтерами. 2500 волонтеров. Предприятия все, граждане, общественники, которые сегодня работают, неравнодушные люди, общественные советы, все это сегодня работает. Сегодня Петропавловский общественный совет, особенно 4, в итальянном районе по одному общественному совету. Командующий войсками регионального командования Астана Ержан Ибраев доложил главе государства о том, что по линии оборонного ведомства для ликвидации чрезвычайной ситуации в североказахстанской области задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники. По решению министра обороны прибывают плавательные и транспортные средства и личный состав для оказания содействия восстановления электроэнергии на насосной станции. Основные усилия группировки сосредоточены на заготовке мешков с песком, оборудовании, ограждающей защитные насыпи и укреплению имеющихся заграждения на поступах к районам Петропавловской и населенным пунктам Козлужарского района. Во взаимодействии с подразделениями департамента чрезвычайной ситуации и департамента полиции оказываем содействие в эвакуации населения из затопленных районов и выполняем охранные мероприятия. Кроме того, оказываем содействие по обеспечению питьевой водой местным населением. С всего начала работы оборудование и укрепили защитные насыпи общей протяженностью более 15 километров. Президента проинформировали о подвижном пункте управления задачи отслеживания обстановки в режиме реального времени. В целях своевременного реагирования к качественному выполнению всех мероприятий, во взаимодействии с Петропавловским заводом тяжелого машиностроения оборудован подвижный пункт управления для отслеживания обстановки в режиме реального времени. Для этого используется бесплатный летательный аппарат, встроенный тепловизионной камерой, который позволяет в круглосуточном режиме отслеживать и мониторить поводковую обстановку. Директор областного филиала РГП Казводхоз Шугаипи Батулин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку. Его техническое состояние признано удовлетворительным. Директор областного филиала РГП Казводхоз Шугаипи Батулин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторной камерой. На сегодня оба водохранилища в регионе работают согласно штатному режиму. В завершении рабочей поездки в область Казм Шумартукаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Президент отметил высокую сплоченные жители региона, во время чрезвычайной ситуации выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией. Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Североказахстанской области Елена Семидоцких проинформировала главу государства об открытии в каждом районе пунктов приема гуманитарной помощи. На базе Дома дружбы у нас открыт единый фронт-офис волонтерства Беременности под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Также Дом дружбы является у нас пунктом сбора гуманитарной помощи. Первую гуманитарную помощь нам начали оказывать наши местные предприниматели, подключились активные жители. Также по республике Ассамблеи была запущена акция в Тен-Джурике и подключились все регионы нашей страны. Первую гуманитарную помощь мы получили в столице, затем из Павлодарской области, в Восточно-Казахстанской области. И сейчас к нам сюда приезжают все регионы. Руководитель фронт-офиса волонтеров Бергемос Анастасия Волкова сообщила о создании оперативного штаба волонтеров быстрого реагирования. Штаб проводит обучение и координацию работы более двух с половиной тысяч волонтеров. Паводок этого года это большое испытание для нас. И мы как фронт-офис организовали оперативный штаб по взаимодействию с волонтерами, куда присоединилось очень много неравнодушных граждан. Это волонтеры из числа студенческой и рабочей молодежи, инициативные группы, серебряные волонтеры. Наши партии, молодежные ресурсные центры области. Мы активно ведем работу, проводим обучение, инструктаж, тесно сотрудничаем со спасателями. Сейчас в городе семь мобильных капитанов, которые ответственны за каждую группу. Ребята работают по направлениям. Генеральный директор акционерного общества «Севкосэнерго» Анатолий Казановский рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 миллионов тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередач. Если брать 17-й год, вода шла медленно, набирая свои обороты, и лед грузило на дно. В этот раз большие потоки воды сразу лед поднимали, и ледяной затор спереди, толкаемый водой, все крушил на своем пути. Мы сразу мобилизовались, организовали более 400 человек, 125 единиц техники. На сегодняшний день у меня 8 населенных пунктов работают на дизелях, генераторных установках. Без электроснабжения нет, за исключением тех зон, которые эвакуированы. Как сообщил руководитель ТОК «Казалжар Жолдаре» Асхат Жолдаспаев, компания принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин. 17 апреля Акимобласти Гауеснер Мухамбетов в очередной раз совершил облет над населенными пунктами, куда пришла большая вода. Глава региона ознакомился с обстановкой на городском гидроузле в поселке Заречном, селе Тепличном. В ходе облета Акимобласти встретился с жителями села Прибрежное. Этот населенный пункт сейчас отрезан большой водой. Но там продолжают оставаться люди. О чем они говорили с Акимобластью в следующем материале. Сергейское водохранилище пропустило через себя 5 миллиардов 450 миллионов кубов воды. Сегодня, за 10 дней паводка, мы уже по 4 миллиарда пропустили воды. Я думаю, что сегодня раза два, чем в 2017 году, воды будет больше. Она уже есть. Я президенту объяснял, что мы более 300 железобетонных опор в пойме реки, которая разлилась, мы потеряли. Лед поднимается и просто как спичку бетонной опоры режет. Глава региона ознакомился с обстановкой на городском гидроузле в поселке Заречном, селах Тепличном и Прибрежном. Последним Гауеснер Мухамбетов побеседовал с эвакуированными сельчанами. Он рассказал им о визите главы государства. Космиджи Марки Милович был вместе с народом, встретился с людьми, которые пострадали в Петропавловске, встретился с волонтерами, встретился с работниками департамента чрезвычайной ситуации. И, конечно, выразил ту надежду и дал нам каждому поручение, чтобы сегодня мы сделали все то, что необходимо сделать. Первостепенная задача – эвакуация населения из тех населенных пунктов, которым угрожает большая вода. Людям, проживающим в ЭВК-пунктах, оказывается всесторонняя помощь. Что касается продуктов питания, вопросы медикаментами все на сегодняшний день не обеспечены. В этом поселке оставили и представитель Маслехата здесь находится, и сотрудники департамента полиции мы сразу оставили. Из 1800 человек, которые есть, здесь осталось 450 человек. Остальные, кто хотел эвакуироваться, кто мог эвакуироваться, мы эвакуировали. Мы за ночь ниже по течению эвакуировали 1849, если точно, людей ниже по течению. Это отсюда, с Крыжарского района, ниже по течению в сторону Далматова. Если вода будет подниматься, и мы ее будем видеть выше по течению, мы также будем эту работу проводить, чтобы люди не оказались в беде. Для нас самое главное, чтобы сохранить жизни людей. Пострадавших интересуют выплаты, которые им положены. Этот вопрос находится на постоянном контроле местных властей. Комиссия у нас создана во всех районах, где у нас объявлены режимы ЧАЭС. Но комиссия может зайти в дом после того, когда вода уйдет с этого дома. Если вода находится в доме, комиссия не может зайти. Но у них есть приборы, есть у них все полностью оборудование, которое они могут оценить. Людям же мы рекомендуем те фотографии, тот видеотчет, который они для себя делают, конечно, чтобы они сохраняли. Глава региона пояснил, что такие материалы можно будет предоставить специалистам комиссии. В этот же день Роман Скляр и Гауес Нурмухамбетов посетили вакопункты Петропавловска. Первым объектом посещения стала средняя школа номер 4, где находились жители поселка Заречный, села Тепличное, микрорайонов Хромзавод и Подгора. Больше деталей в сюжете. Первым объектом посещения стала средняя школа номер 4. Здесь размещены 44 человека из поселка Заречный, села Тепличное, микрорайонов Хромзавод и Подгора. Люди, обеспеченные трехразовым питанием, питьевая вода и товары первой необходимости, поступают с первых дней. Бесплатно проводятся юридические консультации. 1178 мы уже приняли, из них в том числе 209 под срочки кредитов. Тоже банки работают с нами, дают разъяснения. В принципе, тоже консультации получают. Люди в такой ситуации, надо помогать. Жители, оставшиеся без крова, обеспокоены дальнейшей судьбой своих домов. Самый частый вопрос касается возмещения ущерба проживающим на дачных участках. Мы будем помогать именно 100 МРП единовременной помощи, именно тем, которые живут на даче, и эту помощь будут получать, если у вас другого жилья нет. Обязательно мы вам помогаем. Это есть поручение премьер-министра, сегодня было совещание, это будем решать. Документы, что касается документов, надо будет все сделать, чтобы документы помочь оформлять. В эвакуационном пункте на территории средней школы номер 43 областного центра временно проживает 31 человек, включая четырех детей. На встрече с жителями Роман Скляр и Гауес Нурмухамбетов напомнили о том, что пострадавшие от стихийного бедствия не останутся без внимания. Специальная комиссия оценит ущерб, а в случае отсутствия возможности восстановления жилья будет выдано новое. Последним объектом посещения стало общежитие Гуманитарно-технического колледжа Петропавловска. В эвакуационном пункте размещены 39 человек, шестеро из них – дети. Дома пострадавших остались подтопленными в микрорайонах Хромсавод и Подгора. «Благоустроенные квартиры можно будет посмотреть. Есть новые дома, которые еще только-только квартиры построили. И будем в первую очередь предлагать квартиры. Строить дома будем строить, называется поселок Солнечный, вы знаете, ЕЖС, новый поселок. Стандартный дом, типовое домостроение, 80 квадратных метров. Вот его, он будет там. Но это все равно займет 3-4-5 месяца». По словам главы региона, на единовременные выплаты пострадавшим от паводка выделено 403 миллиона тенге. А уже в пятницу началось переселение людей, которые почти неделю вынуждены были провести в эвакуационных пунктах, которые развернули в школах и колледжах Петропавловска. Очевидно, что в свои дома люди вернутся не скоро. По поручению главы региона гражданам предоставили комнату в двух общежитиях. Внимание на экран. Это новое общежитие специализированной школы-интерната областного Олимпийского резерва. Девятиэтажное заведение рассчитано на 244 места. Сюда временно заселяют людей, пострадавших от наводнений. Заместитель главы региона Канаду Залбаев встретился с пострадавшими во время паводка. Разъяснил им их права. Ответил на вопросы. После того, как вода отойдет, мы, как положено, проведем все осмотры, проведем оценку. И, как президент наш сказал, каждый из вас получит равнозначное жилье, обеспечим квартирами. Пострадавшие, чьи дома еще до паводка находились в ветхом состоянии, переживают, что помощь от государства им не положена. Если этот дом не подлежит уже дальнейшей эксплуатации, вам будет представлено отдельное жилье. Это вы можете сами даже выбрать какую-то квартиру. Если она соответствует всем требованиям, мы ее вам купим. У некоторых людей, потерявших свои дома, возникли проблемы с документами. Если документы уже нет, отсутствует правоустанавливающих документов, там нужно будет какие-то подтверждения. Там будет все рассматриваться. Это даже подтверждение соседов, что вы там проживали. Потом участковый, который, скорая помощь или объект медицинского учреждения, которые вы стоите на учете. Это все, такие справки будут собираться. Это сейчас вносится изменение. Пока еще этот проект, это пока проект, он еще не утвержден. Соответствующих поправок в закон ждет Раушан Абдурахманова. Она вместе с супругом и тремя детьми потеряла свой дом. В данный момент мы проживаем в поселке Рабочем. Там у нас небольшой домик, дали знакомые. Но Рабочий поселок, такое болотнистое место, очень большая сырость и сказывается на здоровье детей. То есть у них начинается температура. И нету таковых прям всех, так сказать, постельного, кроватей. И мы спим на матрасах, на одеялах. Сегодня мы только пришли просто подать заявление. Не знаю, если скажут заезжать сегодня, то возможно будет заехать сегодня. Жулды Саман Тайказа вместе с мужем и пятью детьми. Одна из первых заехала в новое общежитие колледжа сферы обслуживания. Я очень благодарна всем, кто помог нашей семье. Условия в общежитии хорошие. Есть все условия. Нам нравится. В двух общежитиях, где временно поселились пострадавшие от большой воды, дежурят полицейские для поддержания порядка. А еще на этой неделе появилась информация, что на озере Пестром монтируют плавучую насосную станцию. Это сделано для того, чтобы водоснабжение Петропавловска было беспребойным. Даже в случае, если уровень воды в озере снизится. Напомню, что сейчас забор воды, которая подается в город, осуществляется из озера Пестрое. Это нестандартное техническое решение было реализовано тогда, когда стало понятно, что насосную станцию первого подъема, которая вышла из строя в первые же часы прихода большой воды, быстро не запустить. Почти два дня специалисты экстренно монтировали новую насосную на Пестром, провели водопровод к накопителю на территории Казалжарсу. И вечером в воскресенье удалось спадать воду в город. Вот уже неделю такой способ надежно снабжает Петропавловск. Но очевидно, что уровень воды в озере постепенно станет снижаться. Вполне вероятно, что случится раньше, чем насосная станция на реке Исиль сможет полноценно работать. Диана Салихова продолжит тему. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и Акимобласти ГАОС Нурмухамбетов посетили озеро Пестрое. Здесь планируют установить дополнительную насосную станцию. Она будет располагаться прямо в воде. В ближайшие дни она будет готова для того, чтобы это был надежный резерв в случае снижения уровня воды на озеро Пестром. Роман Скляр отметил, что забор воды из озера Пестрова – один из основных источников водоснабжения в данное время. И поручил завершить все работы в кратчайшие сроки. Насосная станция первого подъема еще долго будет в воде. Ее полностью затопило, к сожалению. Пока будет просушка проходить, пока оборудование, порядок приведено. Это будет фактически, это будет, Гаврис Пурсанович, у нас основной водозабор, да, с озера? Да, водозабор. И второй резервный вот в озере здесь рядом. И времени нет у нас, 10-12 дней нет. Сроки, самые сжатые, директивные сроки, которые поставили, нужно выполнять. Все материалы есть, все материалы, поэтому я думаю, мы в короткое время это сделаем. Остается задача пятницу, субботу, все это уже запустить и чтобы она была в работе. Проинспектировали и сам процесс изготовления резервного источника водозабора. Эти работы выполняет ТО Кызлжарсу. Будем устанавливать на понтоне, на середине озера, чтобы не потерять уровень воды. Понтон, понтон уровень, он будет на плаву. И когда вода уменьшается, понтон же тоже не тонет, он этот. Все, будем этот уровень держать на этом. Вот три насосы станции дополнительно будем вставить. Вот этот, который насосы станции, сейчас, в данное время работает, он в берег уходит, вода уменьшается. А этот будет на середине озера. Временно будем устанавливать. А потом будем устанавливать тот первый подъем. По словам Сайрана Искакова, работы в цехе постараются завершить до вечера и уже приступить к установке резервной насосной станции. Помимо прочего, как только вода начнет уходить, глава региона указал сразу же направить людей для уборки местного пляжа. Посетили контрольно-пропускной пункт на въезде в город. Вода там начала отступать, движение автомашин восстанавливается. Ну а пока резервный источник водоснабжения работает в штатном режиме, восемь насосов бесперебойно подают воду в город. Работа проводилась в очень кратчайшие сроки. Надо было обеспечить подачу воды. Поэтому мы не имели проектно-сметной документации, не было расчетов для проведения данного вида работ. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности всем подрядным организациям, поставщикам оборудования, организациям, которые сегодня обеспечивали инженерную инфраструктуру, электроснабжение, подвоз инертного материала, сотрудникам ЧАЭС, департамента полиции, волонтерам, которые трудную минуту оказали свою помощь. Часов вечера мы достигли рабочего давления 6,2 атмосферы. На сегодняшний день это нормальное давление. Город весь обеспечен водой. Я думаю, запасов хватает. На сегодняшний день в час рассчитано полтора тысячи кубов. И в сутки у нас получается в районе 30-35 тысяч. Есть резервные из Ишима у нас. Оттуда мы получаем порядка 15 тысяч. Между тем, под угрозой подтопления находится и насосная станция второго подъема. Сейчас активно работают над ее укреплением. В круглосуточном режиме обеспечивают проведение берегоукрепительных работ. Днем и ночью подводится инертный материал. Ведут работы по заготовлению мешкотары для укрепления земляных валов. В день ежедневно порядка около 20 тысяч мешкотары. Работы ведутся в очень стесненных условиях, признаются специалисты. Тем не менее, станция устойчиво подает воду. На сегодня укрепления почти закончили. Помимо трех новых резервных насосов, на озере Пестром на территории насосной подстанции работают еще пять. Благодаря этому вода бесперебойно подается в город. Здесь находится сердце этой станции, которая подает именно воду в город. И на сегодняшний день возводится второй вал для того, чтобы уже иметь прочные гарантии о том, что насосной станции ничто не будет угрожать. Работает оперативный штаб, который в круглосуточном режиме, в ручном управлении, с учетом корректировок, которые есть, проводит работу в данном направлении. На объекте круглосуточно работают более 800 военнослужащих Министерства обороны страны и Национальной гвардии. Задействовано более 50 единиц спецтехники. И еще одну непростую техническую задачу придется решить для восстановления Петропавловска после ухода большой воды. Район Подгора придется принудительно осушать. В четверг первый заместитель премьер-министра Роман Скляра Акимобласти Гауестер Мухамбетов на лодке оценили масштабы половодия в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде. Позавчера началось снижение уровня воды на реке Исиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своеобразном котле. Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы. Поручил Акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу. В области был создан общественный штаб. Его деятельность направлена на коммуникационную и информационную работу среди населения в период паводка. Члены штаба всю неделю посещали в АК-пункты, встречались с пострадавшими, разъясняли вопросы, связанные с выплатами. Во время эвакуации призывали людей эвакуироваться из подтопляемых районов. Сейчас уже мы проводим работу по разъяснению, какие нужны документы для подачи на единовременные выплаты, какие нужны документы для того, чтобы потом приступить к работе по оценке. Сейчас создана комиссия в городе по оценке. Численность общественного штаба составляет 28 человек. Это активисты неправительственных организаций, молодежь, предприниматели, депутаты маслехатов, представители партий, духовенства, эксперты в юридической и финансовой сферах. Активное участие в разъяснительной работе принимают и межелесмены. Находимся в рабочей командировке. Я лично уже вторую неделю нахожусь здесь. Первая задача – это изучить ситуацию, какие меры принимаются местными исполнительными органами. Отдел социальных выплат берет централизованно те дома, которые по адресам попали под подтопление. Люди подают заявление на получение компенсации и уже сразу выплачивается компенсация. На данный момент в Петропавловске имеется 12 авокопунктов. Члены общественного штаба посещают каждый из них. Находятся на постоянной связи с пострадавшими северказахстанцами. Основная задача – обеспечить единую координацию работы по борьбе с паводком. Помимо разъяснений, штаб занимается распределением гуманитарной помощи, координацией волонтерских групп, мониторингом социальных сетей. За неделю специалисты общественного штаба провели более 90 встреч. Консультации получили свыше 5,5 тысяч человек. Члены штаба также координируют работу пунктов выдачи гуманитарной помощи. В северказахстанской области продолжается работа общественного штаба. На брифинге службы центральных коммуникаций о нем рассказала Айгуль Муратова. По ее словам, сотрудники штаба ежедневно проводят разъяснительную работу в пунктах эвакуации. Сотрудники штаба ежедневно на местах помогают всем пострадавшим в сборе пакета документов для получения компенсации. Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов на местах без выезда в банк с предоставлением реквизитов для дальнейшего обращения их в центры занятости. Члены общественного штаба также координируют работу пунктов выдачи гуманитарной помощи. Организована работа по формированию заявок, свода, сортировки. Организована доставка помощи необходимой в места дислокации всех эвакуированных. В настоящее время провели более 90 встреч. Консультации получили более 5,5 тысяч человек. Общественные штабы продолжают свою работу в данном направлении, резюмировала специалист. Самый большой поток людей на подачу заявлений на выплаты был 16 апреля в первый день приема заявлений. Тогда более 950 граждан обратились в отдел Горокимата для получения единовременной выплаты и компенсации ущерба. Общие сложности по двум направлениям сотрудники отдела занятости социальных программ приняли 1949 заявлений. Также пострадавшие от паводка петропавловцы написали 97 заявлений на отсрочку кредитов. Оценка имущества пострадавшего населения начнется после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов и придворовых территорий. В Петропавловске, например, такую работу пока проводить не представляется возможным. 16 апреля независимые оценщики начали работать в домах пострадавших от большой воды в Тыншинском районе, а также в селе Семипалатном Козылжарского района. Оценка имущества пострадавшего населения начнется после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды из домов. В Петропавловске, например, такую работу пока проводить не представляется возможным. 18 апреля независимые оценщики начали работать в домах пострадавших от большой воды в Тыншинском районе, а также в селе Семипалатном Козылжарского района. В этом населенном пункте от наводнения пострадали 12 семей. Большая вода сюда пришла 11 апреля. Спустя неделю люди начали возвращаться в свои дома. Единовременную выплату сельчане уже получили. Камила Карим побеседовала с ними и своими глазами увидела состояние их домов после наводнения. Дом Владимира Маслака построен в 1959 году. Проживает он здесь вместе с супругой. Вода продержалась у них два дня. Сейчас все еще остается в погребе. Переезжать никуда не хотят. Ждут компенсацию за ущерб и будут восстанавливать жилье. Основной удар стихии принял на себя дом Дмитрия Файзылова. Его жилье не подлежит восстановлению. Крыша деревянная, стены саманные. Все развалилось от воды. Еще годика нет. Ну, 6-7 лет живем здесь. И вот, что случилось. Будем надеяться на государство. Утром все пришлось рано. Успели эвакуироваться и все. А дальше уже все как непонятно уже, как говорится, было. Успели и так себе вещи забрать. Вода пришла очень быстро, ближе к полуночи, рассказывает Дмитрий Исаков. Мужчина успел лишь перевезти супругу и двух несовершеннолетних детей. Жалко нажитое, говорит Дмитрий. В течение последних двух лет старался ремонт делать, все обновлял. И вот до последнего дня затопило. Все на смарку. Думали, что не достанет. За ночь пока ходили, смотрели. И все, вот она к домам подошла. Ущерб, который понесли сельчане, в районном Акимате пообещали возместить. На месте работает оценочная комиссия. Жители Семипалатного уже получили единовременную выплату. Семипалатный – первый поселок, который находится с территории сельского района. Первую воду в нашем районе принял наш поселок Семипалатный. Так как вода шла очень быстро, мы еще организовали, после эвакуации организовали соседнюю улицу, всего эвакуировали 46 человек. Но на этой улице у нас проживает 32 человека. Студентам дали команду, чтобы они в поселок к нам не приезжали. Тяжело больных у нас здесь нет. Инвалиды есть, третья группа, нольников самостоятельно двигались. Эвакуацию провели вовремя. Сначала опаводка в Козлужарском районе потопило тысячу домов. На данный момент в воде остаются 16 сел. Также мы знаем, что по Козлужарскому району в зоне подтопления ушли целые населенные пункты. У нас тепличные, частично прибрежные. Также Вишневка, часть Альшанки. И в целом по Козлужарскому району порядка тысячи населенных пунктов у нас, домов, населенных пунктов было затоплено. Касательно оказания помощи всем жителям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, местными нашими властями окажется необходимая помощь. В борьбе с паводком помогают не только соответствующие службы, но и неравнодушные граждане. У горожан по поводу единовременных выплат возник один резонный вопрос. На брифинге 10 апреля руководитель областного управления занятости социальных программ Ренат Ержасов рассказал, что пострадавшие от паводка Петропавловцы получат помощь в размере 200 мрп. Это 738 тысяч тенге. На этой неделе чиновники на всех площадках озвучивали другую цифру. Про 200 мрп, взвинченные до предела из-за наводнений люди, должны были забыть. Им на смену пришли 100 мрп. Ситуацию с размером выплат 18 апреля прояснил городоначальник. Он записал горожанам обращение. В СМИ в последнее время обсуждается информация о якобы снижении размера компенсации с 200 до 100 мрп. Хочу пояснить. На момент объявления ЧАЭС в городе действовало решение Маслихата о выплате 100 мрп. Да, действительно, решением городского Маслихата, опубликованного 8 апреля на открытых источниках, было предусмотрено увеличение суммы единовременной выплаты для собственников жилья со 100 до 200 мрп. Но это вопрос лишь на стадии обсуждения и не уступил законную силу. ЧАЭС был объявлен раньше. Повторяюсь, на момент объявления ЧАЭС размер выплаты составлял 100 мрп. В связи с тем, что у многих жителей, чьи дома попали в зону затопления, пострадали документы, в областном филиале госкорпорации увеличили количество мест для оказания госуслуг. Граждан обслуживают в городском Акимате и отделе занятости социальных программ. Сотрудники Центров обслуживания населения также выезжали в эвакуационные пункты в порядке очереди. Специалисты помогают жителям получать различные справки, принимают заявления по восстановлению документов. В случае необходимости взаимодействуют с Управлением миграционной службы и другими исполнителями органами для документирования пострадавших. Для восстановления документов на недвижимое имущество нужно обратиться с заявлением о выдаче дубликата в ЦОН. Если право на недвижимость зарегистрировано на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности, то для восстановления дубликата надо обратиться к нотариусу, удостоверившему документ на получение дубликата. Активную работу в период паводка ведут мобильные группы общественной приемной областного филиала партии «Аманат». На данный момент сформировано 6 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники ЦОНа, банков, системы социальной защиты и бюро технической инвентаризации. Подробности в материалах моих коллег. Сейчас, чтобы это было сразу же оперативно, мы вас консультируем, как правильно сейчас поступать с этим документом. Активную работу в период паводка ведут мобильные группы общественной приемной областного филиала партии «Аманат». На данный момент сформировано 6 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники ЦОНа, банков, системы социальной защиты и бюро технической инвентаризации. Всего за эту неделю у нас принято уже более тысячи человек. Это жители районов Габита, Мусрепова, Козложарского района и подтопленных районов города Петропавловска. Такие мобильные группы сейчас просто необходимы, потому что люди находятся в стрессовой ситуации. Они растерянны, многим сложно заниматься документами. Мы вот в этом оказываем помощь. Благодарят люди. Были такие случаи, когда сначала человек посадится, у него прям паника. Я ничего не умею, ничего не знаю, у меня ничего нет. Начинаем его успокаивать, пожалуйста, мы рядом, мы вам поможем. Потом обнимают и уходят. Такие трогательные моменты бывают у нас. С понедельника по пятницу сотрудники ЦОНа в составе мобильной группы обслужили более 50 пострадавших. Чаще всего граждане обращаются по вопросам недвижимости и восстановления документов. Пострадавшие могут взять справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и получить консультацию по поводу восстановления документов, удостоверения личности, паспортов, пенсионных удостоверений. Также проконсультироваться по проблемным вопросам по недвижимости, то есть как восстановить документы, техпаспорт. В центрах обслуживания населения у нас сотрудники работают в штатном режиме. На сегодняшний момент, на сегодняшнее время, с понедельника по пятницу мы приняли 5000 человек, у всех возникают вопросы по восстановлению дубликатов на недвижимость и удостоверения личности, справки о зарегистрированных правах. Мобильные группы общественной приемной начали свою работу 5 апреля. На следующий день, после объявления режима чрезвычайной ситуации. Сейчас особым вниманием охвачены все городские и районные эвакопункты. Общественная приемная северокостанского областного филиала партии «Аманат» провела седьмой прием заявлений на выплаты. До этого работы проводились в районах имени Габита Мусырепова, Есильского и Козылжарского. Сегодня по принципу одного окна мы отберем заявление для оказания первой социальной помощи. До этого выезжали наши коллеги в составе мобильной группы, это был ЦОН. ЦОН и паспортный стол. То есть те, кто уже отработали первую часть, подготовили документы для сдачи. Сегодня мы уже принимаем заявление. Я думаю, в течение 8-10 рабочих дней эти деньги поступят на счет наших граждан, которые будут приняты. С момента работы по принятию заявления отработано уже свыше тысячи заявок. Только за вчерашний день на рассмотрение находится 264 запроса. Некоторым уже поступили на счета первые выплаты. Всего по области ведут работы 6 мобильных групп. Сейчас ведется большая работа по тому, чтобы люди оформили все документы для того, чтобы получить всю помощь, которая им будет необходима от государства. Все уже мы, семьи, которые здесь проживают, и одиноки проживающие, мы всех постарались уже, значит, чтобы они эти справки получили все. Значит, здесь работали и ЦОН, и банки. То есть, все счета, на которые будут падать им деньги, все это у нас уже сделано. Жительницу Кожевиного поселка стихия не обошла стороной. Наталья Чорба осталась без крыши над головой вместе со своей маленькой дочерью. Мы жили на хромзаводе. В 2017 году нас сильно затопило. Мы тогда уже без дома остались. Вот долго строили, почти 7 лет, но еще чуть-чуть не достроили. И в этом году нас снова затопило и еще больше. Дома затоплены, у нас торчат вот крыши одни. На свой дом я подала заявление. Сама ездила на театральную. Но у нас вот еще тетя инвалид тоже. И здесь она находится сейчас тоже в школе. За нее вот мы нам помогли сделать доверенность. Сейчас вот я буду подавать от ее имени документы. Для получения выплат гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания, а также в ЦОНы. Размеры выплат составят 100 МРП, это 369 200 тенге. При подаче заявления от граждан потребуется минимальный пакет документов, удостоверение личности, справка на подтверждение о наличии имущества и счет, куда будут отправлены эти деньги. Городской центр психического здоровья оказывает психологическую поддержку людям, пострадавшим от паводка. Каждый день в эвакуационные пункты региона выезжали психологи. Они проводили беседы с пострадавшими, рассказывали, как себя вести при плохом самочувствии. Всего по области работают 24 психолога. Они уже проконсультировали около 400 человек. Тему продолжит Валерия Севаж. Больные те, которые стоят у нас на учете, тоже с психическими заболеваниями, которые тоже не могут находиться в городе, мы тоже, хоть показания нет в стационаре, мы тоже госпитализируем. Вопросы вернуться в египеде у нас, пока пройдет вот этот паводок, они будут у нас получать лечение, питание, реабилитацию. Вот такое вот мы и развернули. Для психологов области мы проводим вебинар бесплатный. Один из эвакуационных пунктов развернулся в средней школе номер 2. Сейчас там находится 37 человек, 19 из которых уже встали на учет в Центре психического здоровья. В здании центра тоже подготовлено 30 мест для экстренных ситуаций. Психологи предлагают родителям расположить там своих детей, которые не могут находиться в эвакопунктах. Люди, которые теряли во время паводка свое жилье, одежду, бытовую технику, и люди, которые с повышенной тревожностью, умнительной, они проживают то состояние, которое в психиатрии называется острая реакция на стресс. Оказывают экстренную психологическую помощь. То есть цель ее – снятие вот этого эмоционального напряжения, для того, чтобы люди могли дальше уже более адекватно реагировать и, соответственно, планировать дальше свою деятельность. Во время ковида центр тоже оказывал подобную поддержку. Заявок было много. Сейчас, по словам психологов, в госпитализации пока никто не нуждается. Но психологическая помощь может понадобиться, когда вода уйдет и люди начнут возвращаться в свои дома. Вечером 18 апреля официально открыли движение по трассе Жасказган-Петропавловск и для большегрузов, и для легкового автотранспорта. В некоторых местах из-за воды на дороге образовались промоины. Для восстановления обочины и откосной части дороги заготовили порядка 500 единиц мешкотары с бутовым камнем. К этим работам приступят сразу после спада воды. Нами было организовано круглосуточное дежурство на данном участке дороги. Это у нас три единицы были задействованы. Трал перевозил жителей местных с перелива на тот берег и сюда. Также дежурили у нас погрузчик и К-700. При необходимости выполняли работы. Кто больший груз, кто останавливался на переливе, их вытаскивали. Обращались порядка трех случаев было, что на переливе сломалась машина. Соответственно, нами были приняты работы по буксировке данных автотранспортных средств. Приход большой воды внес коррективы в работу объектов образования области. В регионе функционируют 460 дошкольных организаций, посещают более 17 тысяч воспитанников. Все они функционируют в штатном режиме, за исключением мини-центра при 12-й школе, которая оказалась в зоне подтопления. В 458 школах области, в которых учатся свыше 75 тысяч человек, с начала паводка переходили на разный формат обучения. Ссоры в Сочи из-за паводка вынуждены отменили в семи школах области. Больше подробностей в материале. В соответствии с решением Акимов, Тейншинского, Есельского, Козылжарского районов и города Петропавловска, на данных территориях был объявлен режим ЧАЭС. И в связи с этим школы в этих районах в разный период времени обучались дистанционно. По мере снижения риска ЧАЭС школы переходили в штатное обучение. И на сегодняшний день дистанционно продолжают обучаться более 33 тысяч школьников из 53 школ, из которых 41 – это школы города. В Козылжарском районе на сегодняшний день это 12 школ, 3475 учеников. И две школы – Вагулинская и Красноярская – перешли на смешанный формат обучения. Почему? Потому что в этих школах находится 24 ребенка на подвозе. И в связи с тем, что дороги еще не просохли и нет возможности их подвезти, эти дети находятся на дистанционном обучении. А 122 ребенка вернулись в школу. В трех школах Козылжарского, Тейншинского и Зимирязевского районов дети тоже учатся в смешанном формате. 373 ребенка в штатном, 35 перевели на дистанционку. Возить их в школу временно не представляется возможным. Из-за потопления микрорайонов Подгоры, Заречного и Кожзавода было эвакуировано население и школьники, школ номер 12, 13 и 14. В целом это 911 учеников. На сегодняшний день эти дети у нас размещены, значит, вот 13 человек в эвакопунктах. Большая часть у нас проживает у родственников. И 62 ребенка наших ученика этих школ проживают вместе с родителями на съемных квартирах. Конечно, каждый ученик находится на связи с классными руководителями, отработана работа дистанционного формата с такими учащимися. Остальные школы переведены на дистанционный формат из-за сложившейся ситуации с водой. С 15 апреля в учебных заведениях области стартовали Соры и Сочи. Решением управления образования их отменили в четырех школах Козылжарского района, а также в трех городских. Эти объекты образования находятся в зоне подтопления. ТОСФКС «Энергосбыт» приняло решение не производить начисления за электрическую тепловую энергию для потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. К ним также не будут применяться штрафные санкции и начисление пений до официального разрешения жилищного вопроса. Потребителям будет предоставлена возможность оплаты задолженности за предыдущие периоды в рассрочку. Для этого необходимо обратиться с удостоверением личности по адресу улица Макжана-Жумабаева, 66. Если потребитель проживает в пострадавших районах области, можно обратиться в районные участки сбыта энергии. Расчеты производятся в автоматическом режиме, в связи с чем существует вероятность некорректных начислений. При обращении потребителя расчеты будут проверены и приведены в соответствие. Информация о перерасчетах будет отражена в платежном документе за последующий период. Полицейские убедительно просят жителей и гостей области доверять только официальной информации. Фейки мешают людям ориентироваться в ситуации. В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершенно нелепым слухам. К примеру, в соцсети ТикТок появилось сообщение, якобы вместе с водой в подтопленном районе подгоры в Петропавловске появились волки и дикие кабаны. Полицейские установили автора фейка, им оказался 20-летний горожанин. А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли двое детей. Данная информация также является ложью. В отношении обоих распространителей информации, несоответствующей действительности, ведется сбор административного материала. В Управлении по противодействию экстремизма сообщили, согласно Кодекса Республики Казахстан, об административных правонарушениях им грозит штраф до 20-ти месячных расчетных показателей. Это почти 74 тысячи тенге. Впрочем, некоторых людей не останавливают даже штрафы. 47-летняя жительница Петропавловска сняла на видео, как волонтеры на территории одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства гуманитарной помощи. О своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Из группы запись прислали в социальную сеть TikTok. Таким образом, образовалась ложная информация, которую выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму. Проверив сообщения, полицейские установили, что якобы похищенные продукты на самом деле отправились пострадавшим жителям села Большая Малышка. Горожанку привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Каждая третья просьба о помощи пострадавшим от паводка – мошеннический фейк. К такому неутешительному выводу пришли полицейские, мониторя созданные в период паводка чаты в мессенджере WhatsApp. В группах люди обсуждают паводковую ситуацию, делятся опытом, организуют помощь пострадавшим. Сотрудники управления криминальной полиции профильного департамента находятся на постоянной связи с администраторами группы, тщательно проверяют информацию, которая может носить мошеннический характер. Жители области могут присылать сомнительные объявления и ссылки сотруднику управления криминальной полиции на WhatsApp плюс 7 747 429 0203 для проверки. Многие видели объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь. Сотрудники отдела по борьбе с киверпреступностью проверяют подобные объявления. Реально ли указаны в них люди? Действительно ли им принадлежат счета, на которые предложено переводить деньги? За три дня в шести массовых чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений. Приблизительно каждая третья просьба о помощи на самом деле размещена мошенниками. Объявления удалены, номера их авторов заблокированы в чатах. На этой неделе мои коллеги дважды встретили гуманитарный груз из Павлодара. Свою помощь пострадавшим от паводков северказахстанцам оказали жители столицы и алматинцы. Внимание на экран. Жители Павлодарской области привезли в Петропавловск воду инструменты и вещи первой необходимости. В сборы продуктов участвовали все добровольцы, предприниматели и депутаты областного маслехата Павлодарской области. За три дня наши партийцы, наши горожане, все, кто неравнодушны к своим соседям, к нашей стране, собрали более 40 тонн гуманитарного груза, в том числе это Павлодарская картошка, лук, морковь и так далее, но основной груз у нас составляет это оборудование, лодки, тачки, лопаты и многое другое, спецодежда. Собирали всем городом, в основном помогали предприниматели сельскохозяйственного направления. Павлодарцы переживают за Петропавл и вообще в целом за нашу страну все мы переживаем. У нас в самом городе и области ситуация на данный момент устаканилась, и все силы и средства, в том числе и Акимат области, сюда направили энергетиков, спецмашины, все, помогаем всеми областям. В количестве 40 человек из Павлодарской области прибыли волонтеры, которые будут помогать в устранении паводков в селе Бесколь. Выделили также и специальную технику. На сегодня в Петропавловске действуют 4 пункта приема гуманитарной помощи. Сейчас волонтеры занимаются распределением продуктов и бытовой химии по эвакуационным пунктам и районам области. Идет постоянный приток гуманитарной помощи со всех регионов. Сколько ее пришло, пришло ее очень много, потому что разгружается на всех складах, и мы данный учет ведем, данные обновляем. Выдача гуманитарной помощи населению тем, которые находятся не в эвакопунктах, у нас происходит на Назарбаево 69, в Молодежном ресурсном центре. Там находятся ребята-программисты, у нас находятся волонтеры, которые постоянно расфасовывают гуманитарную помощь с Ассамблеи народа Казахстана. Готовые расфасованные пакеты, также все поступившее мы направляем туда. Там формируются списки по удостоверениям личности полностью, и согласно спискам выдается гуманитарная помощь. Наша задача сейчас, чтобы тот, кто пострадал, никто не остался без внимания. Всего с начала сбора в Петропавловск приехали порядка 7 фур, 30 газелей и 40 минивэнов. Гуманитарная помощь ожидается из Алматы и Астаны. Сегодня из Алматы в Петропавловск привезли 70 тонн гуманитарного груза, продукты, питьевую воду, товары первой необходимости и средства гигиены. Все это может закрыть потребности более 6 тысяч человек. В экстренном порядке мы закупили на 100 миллионов товаров первой необходимости, круп, теплых вещей, как я сказал, подсолнечного масла и так далее, и так далее. За три дня мы этот груз привезли сюда, сопроводили, совместно с местными исполнительными органами будет это все распределено у населения. Для нас это не первая помощь, мы и раньше участвовали во время пандемии. Четыре фуры сегодня приехало. Мы сейчас разгружаем их на территории ТО «Радуга» в пункте приема гуманитарной помощи. Дальше будем передавать сотрудникам Акимата, по списку передадим. И дальше будет распределяться по пунктам эвакуации людей, и кому необходима помощь, будем распределять с этой территории дальше. В скором времени руководство компании планирует отправить вторую партию гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Команда МТРК продолжает следить за паводковой ситуацией в области. Смотрите нас в эфире и в социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok